Мы хотим узнать, как все это хозяйство регулируется уже теперь в масштабе целой клетки. Мы хотим уметь понимать развитие. Когда самая первая клетка, после того, как произошло благотворение энциклето-сипроматозоидом, начинаются первые деления, а потом из этого вырастает какой-то эмбрион, а потом из этого вырастает железный шпук, такой уже позноценный. Опять-таки это все зависит от того, как включаются и выключаются разные гены. Как образуются разные ткани, и сначала одинаковая масса клеток, как эти клетки потом взаимодействуют и так далее. Ну и в конечном счете это сводится к предсказанию свойств организма к кеному. В самом деле для бактерий мы уже это умеем делать довольно хорошо. Есть довольно много, я там показывал слайд про несколько тысяч бактериальных кеномов. Для большинства этих бактерий определение последовательности было единственным экспериментом, который с этой бактерией сделал. Больше никто ничего на нее не капал и ничего не измерил. А тем не менее оказывается, что для бактериального кенома мы можем хорошо разметить гены и довольно хорошо определить их функции, и довольно хорошо собрать эту некоторую целостную картину. Вот у меня есть там коллеги-микробиологи, с которыми была следующая история, в частности. Они выделили новую бактерию, и они умели ее выделять с природной среды, но не умели ее растить в лаборатории, не могли подобрать нужные условия. В результате они просто выделили этих бактерий и определили геномы. И, глядя на геном, поняли, что не хватало в той среде, на которой они эту бактерию хотели растить. И действительно у них после этого она начала жить. А она там полезная, она умеет расщеплять жиры в горячей воде, по-моему, или что-то такого сорта делать. То есть там была идея, что ее для всяких биотехнологических приложений было бы полезно уметь с ней работать. Я сейчас расскажу одну конкретную задачку, которая давно придумана и уже давно решена. В которой основные принципы, с которыми пользуются биоинформатики, на этой задачке хорошо видны. Основные идеи придуманы уже довольно давно. Она биоинформатика только зарождалась, в 180-х, в 50-х, в 90-х годах. Это вообще очень молодая наука. Когда я окончил мехмат и начал заниматься биоинформатикой, не надо было ничего учить. Мне надо было выучить какую-то биологию, но науку биоинформатики учить не надо было, потому что мне надо было просто делать. Я ее еще не существовал. Сейчас уже не так, сейчас уже есть социальный факультет, где ее психика надо учить. И, в общем, сейчас эта задача более-менее решенная. Хотим мы получить вот что, вот это фрагмент генома, я уж не помню кого, это координаты на геноме, в килобазах, в 2000-х нуклеотидах. А стрелочки мы показываем, где в геноме лежат гены. То есть вот этот ген лежит вот отсюда до сюда. И мы хотим научиться рисовать такую картинку с точными координатами начала концов генов, вот для нового генома, который выглядит, как я уже показывал, просто как последовательность нуклеотидов. Как это, какие идеи можно использовать? Надо вспомнить, что у нас есть, значит, что известна таблица генетического кода, там, в начале 60-х годов, известно, какие комбинации, какие тройки нуклеотидов кодируют такие аминокислоты. Так вот в каждом месте в левом столбике нуклеотиды, так называется, кодок, вот тройка нуклеотидов. А это аминокислоты, вот на буквенном коде. Значит, трое нуклеотидов 64, аминокислот 20. Каждой тройке соответствует какая-то аминокислота, ну, про ренектор, я по ней отдельно что-то говорю. А одной аминокислоте может, как обычно, соответствует сразу в несколько кодов. И эта таблица известна, она примерно универсальна. То есть есть живые существа, в которых есть исключения, но это некоторая аминокислота, я про это специально оговариваться не буду. Давайте сначала рассмотрим игрушечный пример. Представим себе, что у нас уже известна, значит, аминокислотная последовательность белка. И мы просто хотим узнать, где в геноме находится ген, соответствующий этому белку. Это сделать довольно легко, потому что вот у нас есть таблица генетического кода. Мы берем наш белок и смотрим, вот где имеется такая последовательность нуклеотидов, что если ее перекодировать в аминокислоты, глядя в эту таблицу, мы получим ровно тот белок, который нам нужен. Есть эффективные алгоритмы, которые это делают быстро, это на самом деле сейчас неважно, но идея очень проста. Вы просто берете каждое место генома, пытаетесь перекодировать белок и посмотрите, где у вас будет точность попадать. Есть ситуация другая, уже вполне жизненная, когда вам известна последовательность вот не того белка, который в геноме закодируют, а, скажем, аналогичного белка из родственной бактерии. То есть белки немножко отличаются, это уже разные белки из разных бактерий, но они похожи. Но идея та же самая, вы берете такой участок генома, который больше всего похож на тот белок, который у вас известен. То есть тут будут совпадения, они показаны по-прежнему зелёным. А тут будут различия, они показаны вот жёлтыми, да, это вот. ААА кодирует не по им, как здесь, а по им, как здесь, а по им. А если вот этот вот кодон перекодирует по аминокислоту, то здесь будет не соответствующий. А будут какие-то вставки. Да? Вот в белке родственном, который вы используете как модель, в нём имеется вот здесь лишняя аминокислота, а в геноме тут ей ничего не соответствует. Как это сделать, как эти вставки расставить оптимальным образом, я про это как раз в второй части лекции буду уже по другому поводу рассказать. Ну, в общем, идея тоже очень простая. Мы берём, опять используя таблицу генетического кода, и находим участок, который на наш белок похож. После перекодирования согласно этой таблице. А что делать, когда ничего родственного не известно? У нас есть совершенно новый ген, и других примеров этого гена в базе данных нет. Ну, то есть не гена, а белка, который этим геном кодирует. Ну, давайте опять смотрим на генетический код. Там есть три катона, которые кодируют не аминокислоты, а стопы. То есть признак того, что ген закончился. Значит, ну, как бы точка, да? Как отдельный символ. Есть следующее соображение. Что если вы хотите... Да, и стопы всегда работают как стопы. Всякий раз, когда встретился вот такой кодон, синтез белка обрывается. И теперь ясно, что любой ген должен располагаться между двумя стоп-кодонами. Да, вот если у нас есть один стоп и другой стоп, то ген где-то начинается. Я пока не знаю, где я. Здесь он заканчивается. Но он не может начинаться вот тут. Потому что если он начнется вот тут, то он остановится на предыдущем слое. Тут имеется некоторая тонкость. Потому что когда я говорил, что между стоп-кодонами, в случае, если что расстояние между этими стоп-кодонами было кратно трех. Потому что, опять, генетический код весь построен на тройках на глиотезе. Вполне может быть вот такая ситуация. Значит, там какой-нибудь ТГА. Вот если у меня есть здесь ААТ, здесь АТГ, это стартовый кодон. Вот мы прочитали одну аминокислоту, прочитали другую аминокислоту, тут будет ГАЦ, третью аминокислоту. Прочитали четвертую. Вот тут, казалось бы, есть стоп. Но он не в рамках, он в другой фазе. И он считыванию белка не мешает. А вот если здесь будет стоп-кодон в той же самой фазе, тогда он работает как настоящий стоп. То есть у нас есть на самом деле, над каждым участком генома висят три возможных, значит, вот, три возможных, это называется рамка считывания, значит, три возможных рамки считывания. Зависит от того, в какой фазе мы этот участок считываем. Понятно, да? Если между этими стопами расстояние кратно трём, то ген должен лежать строго внутри вот этого фрагмента. И это хорошее соображение. Но, к сожалению, недостаточно. Потому что если вы просто будете работать внутри открытых рамок считывания, то у вас довольно много будет конфликтных ситуаций. Там ещё полезно понимать, что ДНК двуцепочечное, и ген может лежать и на одной цепи, и на другой цепи. И это здесь показано стрелками, которые в разные стороны смотрят. То есть у нас на самом деле не три возможных рамки считывания, а три на одной цепи и три на другой, то есть всего шесть. Ну и видно, что просто по чисто случайным причинам рамки считывания довольно часто перекрываются. Они могут перекрываться как на одной и той же цепи, да, они просто в разной фазе. А ещё чаще они перекрываются, когда они на разных цепях лежат. Ну, здесь можно, наверное, вот здесь, да, но здесь, наверное, можно поверить, что более длинная рамка правильная, а более короткая случайная. Но вот здесь они примерно одинаково длинные. Кто из них правильный, как априори сказать не имеет. Поэтому это хорошее соображение, но недостаточно. Давайте опять изучать таблики генетического кода. Опять, это я уже сказал, и сейчас повторю, что есть довольно много синонимов. Вот тут разными, значит, там, прямоугольниками и кружками обведены семейства кодонов, которые кодируют одну и ту же аминокислоту. Они бывают разные. Бывают четверные семейства, бывают двойные, бывают шестерные. Вот одно шестерное, а другое шестерное. Есть тройное, а про единственное. Но есть вникальные. Это вот триптофан, аминокислота, кодируется только одним кодоном. И вот оказывается, что они, конечно, синонимичные, то есть они кодируют одну и ту же аминокислоту. Но бактерии, их я буду все время про бактерии говорить пока что. Бактерии, их любят по-разному. Это как бы одна вещь, которую достаточно можно использовать. А вторая, что разные аминокислоты в белках встречаются с разной частотой. Вот даже как в русском языке. Есть частые буквы типа Е, а есть редкие буквы типа, я не знаю, твердого знака. И если вы возьмете участок, который кодирует белок, и межкемный участок, который белка не кодирует, то статистика троек, просто частоты троек в этих участках будут разными. Во-первых, они будут разными из-за различий в частотах аминокислот, не равномерности частот аминокислот белка. А во-вторых, то, с чего я начал, различие в частотах семианимичных кодонов. Частоты семианимичных кодонов, они там специфичны для каждого генома. Да, вот частоты аминокислот, они более-менее универсальны. Если посмотреть там все белки человек, все белки картошки, все белки кишечной палочки, то аминокислотный состав будет примерно одинаков. А вот семианимичные кодоны, такие любимые и нелюбимые, у нас будут разные. Для этого есть уже всякие биологические причины, я уже не буду тогда праздновать, подробно говорить, бог с ним. Люди примерно понимают, почему так происходит. И вы можете сделать следующее. Это очень-очень старая картинка из одной из самых первых программ. Я ее специально не меняю, чтобы показать, что ничего не изменилось с идеей и точки зрения. Вы можете сделать следующее. Вы можете взять какую-то обучающую выборку. То есть уже какой-то набор кусков, который уже размечен. Положено, что вы его знаете. Изучить частоты кодонов в генах. Прошу прощения. Посчитать частоты троек в межгенных областях, не кодирующих белки. Это будут два разных распределения. Два разных набора частот. А потом для произвольного фрагмента точно так же посчитать в нем частоты троек и посмотреть, на что это больше похоже. На то, как устроены частоты в кодирующих областях или на то, как устроены частоты вне кодирующих областях. И было придумано несколько десятков способов это делать. То есть разные функции сходства. У вас есть три набора частот. Два из учения. А один из вашего фрагмента. Был придуман несколько десятков способов померить, как ваш набор из вашего фрагмента на что больше похоже. Это просто пример одной из них. До сих пор активно пользуются этой программой. Ну, в немножко другом варианте. Идея вот такая. То есть вы берете ваш генок. Это строка. Вы берете стользящее окно. То есть вы вырезаете в этой строке фрагменты некоторой фиксированной длины. Потом выдвигаетесь немножко. И опять вырезаете фрагмент такой же длины. Еще немножко выдвигаетесь. И опять выдвигаетесь. Для каждого положения окна вы считаете вот эту вашу функцию, которая показывает, насколько частоты тройка внутри окна похожи на кодирующую или не кодирующую обучающую выборку. И рисуете график этой функции. Вот здесь то, что близко к единице, это похоже на кодирующее. А то, что близко к то ли к нулю, то ли к минус единице, я не помню, как здесь таблируется, неважно. И это то, что не похоже на кодирующее, а наоборот похоже на не кодирующее. И я уже говорил, что над каждым участком есть три разных фазы. Поэтому вы это делаете всякий раз, у вас сдвиг должен быть кратер трём, чтобы были сопоставимые результаты. Но вы это делаете в трёх разных фазах. Ну и вот тут видно, где гены лежат на самом деле. Вот в этой фазе есть ген, который лежит вот тут. А потом есть ген вот этот. А потом есть ген вот этот. Они так довольно плотно лежат, но считываются в разных фазах. Тут ещё стрелочками вниз, то есть и палочками вниз маленькими, если кто видит, показаны стоп-кодоны. А линиями показаны открытые рамки считывания. То есть вот есть целая открытая рамка считывания, вот её стоп-кодон, вот где-то здесь предыдущий стоп-кодон. И вот она действительно, все её куски довольно хорошо похожи на белок-кодирующий. Вот здесь немножко другая ситуация, вот здесь тоже немножко другая ситуация. Потому что смотрите, вот она открытая рамка считывания. Вот эта часть похожа на белок-кодирующую. И вот эта часть похожа на белок-кодирующую. Но среди не имеется какой-то провал. Но что-то там, поскольку это статистика, там всегда бывают какие-то отклонения. Значит, может ли ген закончиться здесь? Нет, не может, потому что здесь нет стоп-кодона. А ген может закончиться только на 100 кг. Поэтому, если он здесь где-то начался, то он должен продолжаться. То есть, скорее всего, это действительно один ген с каким-то статистической аномалией середины. Но тут вроде понятно, да, то он длинный. Да, может и ген начаться здесь? Можем. У нас будет вот такой короткий ген, а это будет какой-то случайный участок, который почему-то похож на белок агент. Такой вполне нужен. Но здесь вроде он какой-то ген слишком коротенький, а перед ним много всего и тоже похоже на белок агент. Наверное, здесь ген вот этот целиком. А здесь ситуация гораздо более тонкая. Опять, ген заканчивается вот здесь, там где заканчивается открытая равна. Но где он начинается, вот тут или вот тут, вообще говоря, приводится, когда даже тяжело. И там и там есть потенциальные старты, я сейчас про это еще буду говорить. И вполне может оказаться, что это действительно случайный кусочек перед геном. А на самом деле ген начинает сидеть. Ну просто потому что он маленький. И в результате у нас возникла новая задача. Например, мы умеем примерно понять, где находится ген. Но мы не умеем, мы знаем, где его коммерция. Потому что коммерция – это всегда стопка 1. Но мы не знаем, где его начало. Есть такие тонкие ситуации, когда мы точно начало сказать не можем. Здесь на самом деле тоже. Здесь вот, ну и здесь, и здесь. Здесь вот открытая рамка начинается вот тут. А заметные кодирующие, но хорошие значения нашей функции начинаются попуще. Да, вот она так постепенно растет, но все-таки не с самого начала. Да, вот где старт примет, где он точно находится? Непонятно. И, опять, смотрим на таблицу генетического кода. Сейчас, в общем, трактуемся до того и того. Значит, есть три потенциальных стартовых кодона у бактерий. У людей только АКИ, у людей только АТГ. В отличие от стопа, который всегда стоп, АТГ, кодон интересный. Он кодирует аминокислоту метионин. И поэтому всякий белок начинается с метионина, когда он только синтезирует. А потом есть специальные ферменты, которые этот метионин отрезают, если он не нужен. Но сверхсинтезированный белок всегда начинается с метионина. Он же является признаком старта. Но метионин может исполнить третиксы в середине белка. То есть, когда мы видим вот этот катон, он может быть стартовым, а может быть нормально в середине. Кроме того, у бактерий есть еще два катона, которые могут быть стартовыми. И если они стартовые, они тоже кодируют метионин. А если они в середине, они кодируют другие аминокислоты. Ну вот здесь лейцина, а здесь молитва. То есть у нас есть три потенциальных стартовых катона, которые, тем не менее, внутри белка тоже могут встретиться. И нам теперь надо научиться выбирать, какие из этих катонов действительно стартовые, а какие внутри. И это мы тоже можем сделать. Сейчас вы это и будете делать. Значит, это вот гены. Это такая тоже стандартная бактерия. Бактерия, ботеноксуктилиш и семная палочка. Тоже такой стандартный модельный организм. И здесь приведено начало генов. Это вот, значит, нескольких генов вот этой самой семной палочки. Они все выровнены по стартовому катону. То есть вот АТГ, это у них у всех старт, и гены находятся в правиле. А дальше слово рибосома поднимите руки, кто слышал. Чудесно. Замечательно. Ну, почти все. Кто не слышал, на самом деле, не важно. А, ну, сейчас я расскажу о каких случаях. Рибосома – это такой специальный фермент, который умеет делать белки. Он вот читает нуклеотидную последовательность, ну, молекулы, на самом деле, и кодирует белок под соответствием с англического коржа. А перед тем, как начать читать белок, она, во-первых, узнает стартовый кодон, естественно, потому что она должна начать понять, в какой ей фазе это делает. А кроме того, есть специальная последовательность, которую рибосома узнает перед геном, значит, чтобы начать работу. Она просто садится на эту последовательность, после этого начинает работать. И эта последовательность в каждом из этих фрагментов есть. Она где-то перед стартовым кодоном, но не обязательно на одном и том же расстоянии. А вот теперь упражнение. Для этого специально подобранный пример здесь должно быть видно глазу. У всех этих фрагментов есть нечто общее. Вот то, что является сигналом, участком связывания рибосомы в самом начале. Вот кто-нибудь видит, что это могло бы быть? Ну, Г есть везде, но Г очень много. Т тоже есть везде, и его везде много. Какое именно Т? АТ есть уже не всюду. Я думаю, вот здесь, а нет, сейчас я найду без АТ. Вот здесь нету АТ. Есть. И сейчас? ГГА. Вот ГГА есть действительно почти везде. Здесь есть ГГА, здесь есть, здесь есть. Вот здесь нету ГГА, а здесь нет тоже есть. Там тоже есть. Да, ну давайте, значит, какие есть варианты. Давайте я буду коллекцию собирать. Значит, говорили Г, а? И мы это не взяли, потому что недостаточно специфично везде есть. В любом месте, да? Вы не можете сделать, ну, как бы это не отличает настоящий сегмент от ненастоящий, да? Рибосома бы в каждом месте захотела, значит. Говорили... Тут плохо пишет отец. Значит, говорили Г, говорили АТ, но это оказалось, что легче везде. ГГА. Говорили ГГА. Ещё есть варианты? ТА. Ещё раз? ТА. А, ТА, вот здесь нету. А, нет, ну здесь есть, но где-то совсем в его месте. Сейчас я найду ещё. В начале есть. ГГУ, А, ТА. Вот. Ну ладно, давайте я ответ покажу. На самом деле правильный ответ почти что был сказан уже. Это те же самые фрагменты, только по-другому выровненные. Это специально подобранный хороший пример. В действительности все гораздо ужаснее выглядит, но даже здесь видно, что есть полный вариант АГГ, АГГ, а бывают варианты, где немножко исключение. Например, вот здесь говорили, что ГГА, а вот здесь ГГА на самом деле уже не получилось. А, вот это ГГА, да, получилось. Да, оно на самом деле неправильно. То есть мы берем теперь все потенциальные старты и проверяем, есть ли перед ним что-то похожее на эту нашу последовательность. Если есть, то это с большой вероятностью правильный старт. Если нет, значит скорее всего неправильный. Опять, я сказал их очень просто, на самом деле есть там специальные способы определять, насколько одно слово похоже на другое, с учетом всяких дополнительных соображений, которые бывают существенны. Вот. И это, мы до сих пор работали с одним геномом. На самом деле у нас геномов много, и довольно часто это геномы от родственных бактерий. И это тоже нужно использовать. Тут есть следующее соображение, что гены кодируют белки. Белки функционально важны. Поэтому они меняются медленно в ходе революции. Они меняются, но медленно. А межденные участки, они не настолько важны. Поэтому они меняются быстрее. Да, у вас есть время случайный поток мутаций, вот изменений. Но если это изменение в вашей части, то оно, скорее всего, плохое, и естественный отбор его отбросит. А если это изменение в неважной части, то оно может случайным образом зафиксироваться, и у нас, значит, геном изменится. В следующем поколении он будет не так. И, во-первых, гены консервативные, то, что я сказал. Да, они медленнее меняются, чем межгенные области. Кроме того, там другие особенности эволюции, которые опять-таки связаны с генетическим кодом. Смотрите, вот здесь ген начинается вот тут. Во-первых, видно, что он действительно консервативный. Значит, звездочка, это несколько разных бактерий. Да, это просто одна и та же полоска, которая растерена. Значит, это шесть разных бактерий родственных. Да, вот эта кишечная палочка, в частности. Это разные фальмонеллы, там еще разные звери. Во-первых, видно, что ген консервативные, да, звездочка, это если все шесть геномов в этой позиции совпадают. И это так нарисовано, чтобы сходство максимизировать. Да, вот тут внесены разрывы, чтобы последовательности были наилучшим образом похожи. Второе, что видно, что иногда все-таки не совпадают. Но когда они совпадают, это обычно через три буквы. Да, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Понятно почему. Потому что если мы опять вспомним таблицу генетического входа, то синонимичные катоны, которые кодируют одну и ту же аминокислоту, они, как правило, различаются по третьему аминокислоту. То есть семейство синонимичных катонов устроено так, что первые два аминокислота не совпадают, а третьи нет. Что это означает с эволюционной точки зрения? Это означает, что изменения в третьей позиции с большой вероятностью аминокислоту не поменяют. А отбор видит белок, потому что белок функционирует реально. Поэтому, если у нас случилось изменение в геноме, которое на белок не повлияло, скорее всего оно будет нейтральным, оно не влияет на фунт. А если изменение случилось в первой или второй позиции, там аминокислота поменяется, и в большой вероятности белок станет фунт. И такая мутация будет отложена. Поэтому замены, вот несовпадения в области гена, они расположены через три, по синонимичным позициям. И это здесь довольно хорошо видно. Сейчас у меня, по-моему, даже есть следующий слайд, который это... Да, вот этот кусочек растянутый. Да, вот замена в третьей позиции, замена в третьей, в третьей, в третьей, в третьей. А вот здесь уже поменялся весь кодоль. Здесь уже другая аминокислота. Ну и кроме того, соображение вот какое. Что размер вставок, если у нас случаются вставки белок кодирующей области, то размер вставки обязательно может быть кратен 3. Потому что если у нас вставка не кратен 3, ну или наоборот удаление каких-то букв. Потому что если у нас размер вставки не кратен 3, то фаза считывания собьется, и вот после этого места белок пойдет читаться совершенно по-другому. Да, ну смотрите, вот если у нас были катоны, я их позиции не обозначаю. И вот так аминокислоты читаются. А потом у нас удалился один свинкл. И это до этого места все читается нормально. А потом следующий кодон, который, да, ревосома же не знает, что там случилось. Она читается просто по тройкам. И она прочитает совершенно другой кодон. И потом опять другой. То есть после этого места весь белок будет испорчен. Поэтому вставки удаления в белок кодирующих областях всегда кратны 3. А в междениях их могут быть любые. Ага. Потому что я ее забыл написать. Правда. Должна быть правильно. Хорошо, что вы заметили. Упражнение. Это некоторые гены. И это 5 разных бактерий. Да, вот это тут начинается и тут продолжается. Где здесь начало гена? Чтобы вам было проще, я вам еще раз напишу, какие бывают стартовые кодоны. Дальше. Так, ну что есть идеи? На первом состройстве, то есть последователь сразу. Дальше. Да. Вот это. Да, вот это тоже. Да. Это везде, везде. Это потенциальные стартовые кодоны. Он есть у Хио. Значит, это первый кандидат. Я на самом деле не помню ответ, если что. Вот это потенциальные стартовые кодоны. Он у всех разный, но, тем не менее, у всех в этом месте потенциальный старт. Да. Так, еще такие места есть. Вот здесь наверняка где-то должно быть. Да, я слышно, например, давайте смотрите. Считается, что вот это уже по видму белок конирующего обуза. Потому что вот они с анонимичным кодоны. Два одинаковых, другая, две одинаковых, другая, две одинаковых, другая, две одинаковых, другая. То есть, видно, тут уже по видему белок конирующего обуза началась. Значит, у нас есть два кандидата. Вот этот и вот этот. Какой из них правильный? Какие есть идеи? Второй, потому что после первого станция на экране Ага, вот здесь вот с две кранки происходит А такого быть не можно, а скорее всего правильный вот этот Кстати сказать, вот у него еще потенциальные связывания рибосомы В качестве дополнительного бонуса Давайте ответ смотреть Да, правильный вот этот Значит, вот этот не годится вот из-за этой вставки На самом деле цирк состоит в том, что Это все геномы не аннотированные, то есть они их специально не изучали А в кишечной палочке это изучали экспериментально И в кишечной палочке говорили, что цирк вот здесь Тоже у него есть потенциальный участок связывания рибосомы Но вот весь этот кусок, значит, на самом деле ничего не кодируют А правильный и правильный старк вот здесь А экспериментально думали, что тут, пока не посмотрели, вот не пришли новые и новые и не показали Это довольно давно все было, но тем не менее все это такое в медицинских Вот Хорошо Ну да, это я уже сказал Ну вот, собственно, марат На этом, в общем, я основную часть этой науки рассказал Это, кстати, еще раз простая задачка Довольно хорошо решенная Рассказывал я это вот почему Потому что что, собственно, лежит вот в основе всех информатических строений Два соображения Первое, что обычно, когда вы решаете какую-то биологическую задачу У вас может быть много разных соображений, из которых подельность и слабая Ну стартовый, там, открытая рамка, открытых рамок очень много Ну стартовый кодор Очень хорошо, но он же может стоиться внутри тоже А вот этот вот участок связан с грибосомомом, ГДА-ГД Тоже хорошо, но это, в общем, не очень специфично, да? Там, четверка встречается один раз на 250 На... один раз на 250 нуклеотидов, да Значит, ясно, что похожие четверки встречаются часто Но когда вы комбинируете вот это большое количество разных слабых соображений Вы получаете вполне работоспособный какой-то подход, который позволяет что-то делать разное А вторая идея, это очень хорошо, когда вы работаете не с одним геномом, а сразу с нескольким Это очень сильно улучшает вашу способность, значит, говорить, что это биологический интерес И всякий раз, когда... вот часто биологическая информатика стала заниматься очень приятной и замечательной Потому что геномов много, и какие-то вещи, которые раньше было делать нельзя, сейчас можно делать просто потому что... Опять, каждый геном приносит, в общем, слабое соображение, но все вместе они комбинируются в что-то уверенное и надежное Ну, кроме того, я вот несколько раз говорил, что би-информатика изучает текст, но, на самом деле, это не то Значит, есть массовые данные самых разных сортов Значит, самые разные другие эксперименты, которые тоже можно... данные из которых тоже можно использовать для того, чтобы делать всякую интересную биологию Да что люди еще умеют делать? Они умеют... я просто примеры сейчас покажу уже подробно не буду То есть, люди умеют смотреть, как гены работают Они могут делать ткань и посмотреть... но я же время говорил про ДНК и белки, на самом деле, опять-таки, в школе вас должны были научить, что между ДНК и белком есть еще матричная РНК Сначала происходит транскрипция, фрагмент ДНК перекодируется в матричную РНК, оно просто копируется под качество А уже матричные РНК используются либо особенно для того, чтобы синтезировать белок То есть, вы можете просто взять ткань и посмотреть... а сейчас уже даже отдельную клетку И посмотреть концентрации разных матричных РНК в этой ткани И понять, какие гены работают в этой ткани, а какие нет, а если работают, то в какой интенсивности Просто по концентрации соответствующих рНК Можете посмотреть концентрацию белок Можете посмотреть взимодействие Я опять несколько раз говорил про регуляцию Что гены включаются и выключаются Как это происходит? Это происходит от того, что разные белки связываются с ДНК в районе этого гена И, соответственно, либо активируют транскрипцию, либо, наоборот, ее подавляют Вы можете брать специальные белки-регуляторы Их, собственно, функция состоит в том, чтобы почувствовать изменение каких-то внешних условий И, в зависимости от этих условий, с ДНК связаться или, наоборот, от нее отвалиться Соответственно, есть большая наука, как искать те участки в ДНК, с которыми эти белки связываются Это можно делать впечатлительно, и это можно делать экспериментально Есть много массовых экспериментальных работ Берем какой-то белок и определяем все участки его связывания в ДНК Там очень большой шум в этих данных, поэтому каждый конкретный, отдельный участок ему верить нельзя Но все вместе, тем не менее, разумеется Есть белок-белковое взаимодействие Белки образуют какие-то сложные комплексы И вот эти комплексы, собственно, в клетке работают Соответственно, мы можем экспериментально понять, какие белки какие умеют узнать и комплексы образовывать Можно смотреть структуру генома Опять, я все время говорил, что ДНК это отдельная длинная молекула На самом деле она, конечно, длинная, и она очень длинная Если взять нашу ДНК и размотать, то это будет примерно 3 метра А все это умещается в ядро размером в несколько метров Это довольно плотная упаковка Опять люди умеют изучать, как эта упаковка устроена Ну и можно смотреть последствия Что, собственно, будет, если ген испортить Взять бактерию, какую-нибудь гену не сломать Вот нести в нее одну нуклеотидную вставку Или, наоборот, один нуклеотид из этого гена будет Или стоп-кодом ставить середину гена Опять, есть эксперименты, которые позволяют это делать не с одним геномом, а автоматически сразу получиваясь со всеми И можно смотреть, во-первых, она помрет или не помрет от этого Ну, понятно, что есть такие жизненно важные белки Растоп-кодом бактерии жить в принципе не может Если у нее мутация в гене, комирующем этот белок, она помирает А есть белки, без которых жить можно, но ты живешь без них хуже Или, например, ты теряешь возможность синтезировать какую-то аминокислоту И тогда, значит, тебе надо в среду эту аминокислоту добавлять, потому что иначе ты тоже вырасти не сможешь Ты в данном случае бактериями И вот есть куча-куча разных данных такого сорта, с которыми биоинформатики тоже работают Я, опять, вот это примеры покажу, совершенно случайные Вот это, например, вот что здесь нарисовано Это типичная картинка И это разные гены Каждая строчка соответствует одному гену Это цветок, как на бедовце столиана, такой стандартный цветок, вот тут в университете Их там целая имплантация в биологических лабораториях То есть на нем всякую растительную биологию изучают Это разные гены То есть каждый строчек соответствует гену Каждый столбец соответствует какому-то условию Но в данном случае это развитие цветка, но это не важно То есть это конкретная ситуация, в которой клетка оказывается А цвета, значит, красный цвет, если этот ген в этих условиях работает И чем ярче красный, тем активнее работает Вот точно так же, как я говорил, в смысле концентрации матричных ронганов А зеленые, соответственно, если не работают По историческим причинам эти цвета у нас оказались А дальше вы можете сделать вот что Вы можете взять такие гены, у которых вот это называется профиль экспрессии гена Да, то есть вот у вас есть набор условий И вы смотрите, как в этих условиях ген работает Вот каждая строчка это профиль экспрессии конкретного гена Вы можете поставить рядом гены, у которых профиль экспрессии похожи Скорее всего, это гены, которые включаются и выключаются в одних и тех же ситуациях Наверное, они участвуют в одних и тех же процессах А по вертикали вы можете сделать наоборот Вы можете смотреть наоборот разные условия И объединять условия, в которых работают одни и те же гены Ну, например, ответ на стресс Да, там вот гены, которые специфичны для разных стрессов Там для теплового и какого-нибудь кислотного А будут гены просто общие, просто защита клетки от стресса И тоже будет какая-то пастеризация условий В общем, если это аккуратно сделать, то вот будет такая хорошая картинка Где будут выделяться такие полоски очень похожих генов И вот выделяются столбики очень похожих условий Ну, а это, соответственно, показывает деревья здесь и здесь Показывает, кто на что похожих Да, это все гены, поэтому тут ничего не видно А это какой-то набор разных Видно, что все условия сразу попадаются на две большие души И вот она эта граница И вот в этих условиях работают одни гены, а другие работают вот эти А другие молчат А в этих условиях, наоборот, работают вот те гены, которые здесь молчат И дальше этого можно дотягивать до уровня такой-то биологии Смотреть эти комплексы генов Там, что они делают, почему они вместе работают И вообще из этого что-то вынимать Это точно такая же картинка, но немножко другая ситуация Там были разные условия, а здесь разное время Тут качественные условия — это просто время 48 часов И это цикл развития малярийного плазмония Это вот дрянь, которая, значит, когда живется в храни, вызывает малярию Это не бактерия, это на самом деле такой одноклеточный эукариот У него есть ядро И у него жизненный цикл как раз 48 часов Что мы можем сделать? Мы опять можем взять все гены, они здесь в вертикали И поскольку жизненный цикл 48 часов, то вот этот цикл работы и молчания периодичен с периодом двое суток И дальше вы можете опять взять просто фазу Вы можете каждый из этих генов попытаться вписать вот такую идеальную синусоиду в период 48 часов И посмотреть фазу этой синусоиды Где максимум, где минимум И упорядочить, например, по положению максимума Или что-нибудь такого Получится такая картинка А дальше оказывается, что на этой картинке рядом оказываются гены, которые действительно включаются и выключаются одновременно просто по построению А еще они действительно относятся к одним и тем же функциональным группам Вы можете взять вот это разные функции, разный набор функций Соответственно, здесь усредненная картинка по всем генам, которые в какой-то конкретной функции участвуют Например, здесь это метаболизм, это цикл Крепс называется Сейчас я что-нибудь найду понятно Вот машинка, которая отличается транскрипцию Она работает в начальных фазах и не работает в терминальных Все гены, которые отличаются транскрипцию, имеют примерно вот такой профиль экспрессии Опять, это как бы самое начало работы, после этого вы этим наблюдением пытаетесь придать какой-то биологический смысл Это то, что я говорил про разные сети, про разные взаимодействия Значит, это дрожжи Значит, каждая вершина этого графа это отдельный белок или отдельный ген А соединены они здесь, соединены те белки, которые взаимодействуют А здесь соединены стрелочками, тут не направленная игра, потому что два белка взаимодействуют Это симметричная ситуация А здесь, на самом деле, нарисованы стрелочки, это не очень хорошо видно И это, соответственно, гены, которые активируют работу других генов Или, наоборот, красным, если активируют, а зеленым, если репрессируют И то, наоборот, я не помню Ну и тут опять видно, тут, например, целый комплекс Тут много белков, которые взаимодействуют друг с другом Здесь есть, вот тут, например, какой-то регулятор, который регулирует очень много кого Из него много стрелочек выходит Вот тут какой-то большой регулятор, который много кого регулирует Дальше можно разные вещи делать Можно изучать общие свойства этих сетей Можно смотреть, как эти сети А, сейчас я покажу У меня есть такая картина Вот, это же самая регуляция транскрипции только у человека Тут уже вообще ничего не видно, на самом деле Да, тут полторы тысячи генов Нет, извините, 700 генов тут нарисованы И между ними полторы тысячи взаимодействий Да, все очень заляпно Но дальше оказывается, что эта картинка, если ее нарисовать правильно, то она выглядит гораздо более разумно Что есть несколько ступеней иерархии И те, которые выше, регулируют тех, которые ниже На самом деле есть и наоборот Есть и встречные стрелки, которые снизу вверх будут Но их мало И это, на самом деле, вполне патематическая задача Потому что если у вас есть произвольный граф направленный Вот так расположить вершины этого графа по ступеням иерархии Чтобы было много стрелок сверху вниз и мало стрелок снизу вверх Вот это уже выполнял алгоритмические задачи, которые люди там пытаются решить Вот отдельные кусочки этой сети Вот это отдельные такие каскады, которые регулируют какие-то конкретные процессы Вот этот процесс развития лимфоцитов, скажем Начинается с нескольких генов всего А они запускают, значит, целые каскады И в планечен счете работает вся вот эта пушинерия А дальше уже гены, которые определяют, что клетка действительно будет лимфоцитом, а не нейроном или не клеткой эпителем А это такая же картинка, только здесь вот что нарисовано Опять, здесь разные гены Вот это регуляторы на левой половине круга А на правой половине круга, кого они регулируют А нарисовано вот что Тут уже это сделано в разных клетках Ну, да и все точно в разных тканях И видно, что вот эта общая картинка Она на самом деле, как бы То, что я до этого рисовал, это усредненная Не усредненная, прошу прощения Объединенная по всем разным видам клеток Но в разных клетках эти связи, так сказать, работают по-разному Да, вот здесь почти все молчит Ролтая это то, что специфично для одного конкретного вида клеток А черная это то, что работает в нескольких разных клетках Да, то есть есть какие-то университеты Вот в этой клетке очень мало специфики А скажем, в клетках крови И вот в клетках зародышевых тканей, которые развиваются Там, наоборот, они очень специфичны Там почти все связи, которые работают Это связи, которые работают только в этих клетках И больше не будет И оказывается, что То, что вот мы постепенно научаемся делать Вот на глазах За последние годы Что мы можем смотреть не на работу отдельного гена Или там и на взаимодействие отдельного белка Мы можем смотреть на то, как устроена клетка в целом Значит, делать мы это умеем очень плохо на самом деле Но из этого, тем не менее, вот сейчас уже время от времени Просто из анализа вот такого сорта данных В время от времени выскакивает какая-то негривиальная биология Опять, все традиционного вида Да, вот вы говорите, что есть какие-то комплексы, которых вы раньше не знали Или есть какие-то сигнальные каскады Когда белки включают друг друга, которых вы раньше не знали Вот это из такого сорта данных Люди потихонечку вынимают Ну и последняя картинка Это про сенсы структур ДНК Вот я говорил, что ДНК плотно упаковано И вы можете сделать следующее Вы можете посчитать Есть специальные экспериментальные данные Которые показывают, как часто участки ДНК взаимодействуют друг с другом И вы можете пересчитать эти данные На то, чтобы посмотреть Ну на среднее Я так немножко не совсем правду сейчас скажу Но не существенно На то, насколько близко разные участки ДНК подходят друг к другу Вот в среднем В разных клетках Ясно, что в разных клетках это по-разному Но это можно по-разному клеткам усредить И там получается всякая красивая структура Например, что здесь видно Красное то, что близко, а синее то, что далеко Ну видно, во-первых, что по диагонали естественно все очень близко Но это понятно, почему по диагонали Тут последовательность идет И тут та же самая последовательность Потому что диагонали это участки, которые по последовательности близко друг к другу Если они близко по цепочке, то они и пространство тоже будут близко Это тривиально Но оказывается, что есть более тонкая структура Это то, что есть целые облака участков, которые друг к другу близко, а других далеко Тут видно, что на самом деле есть два сорта участка Вот такая шахматная доска получается, когда есть два сорта участка Одни близко друг к другу и другие в среднем близко друг к другу А между собой они уже обычно дальше То же самое видно, если сравнить близость на двух разных хромосомах Это одна хромосома, а это другая хромосома Никакой диагонали уже нет, потому что это разные хромосомы По последовательности, просто разные последовательности А пространство и структура тем не менее сохранят Оказывается, что то, что люди уже точно не знали И то, что как раз из этих данных выстречило Давайте посмотрим на то, что делается рядом с диагоналями Что там есть такие вот участки, которые очень плотно упакованы А между собой они почти не в самодеятельности Вот один такой, другой такой Вот один такой участок, другой такой участок Третий такой участок То есть получается, что ДНК устроено уже в клетке Не как последовательность, а как молекула Как такие проволочные гусы Я вот не знаю, когда я учился в школе, девочки любили диагматом проволок Тянут эту проволоку, из них делают гусы То есть они делали такие маленькие клубочки Которые были как гусины А, соответственно, между ними была просто обычная проволока Которая была как соединение между гусинами Сейчас, наверное, это не ингредиент Но ДНК вообще на это похоже Вот она так устроена Вот они в клубочке, а между ними просто идёт так Друг с другом они идут далеко И вот это вы видели, когда эти данные стали появляться А дальше куча вопросов Например, относительно вот этих вот Это называется экологические домены Относительно этих доменов Как расположены гены Оказывается, работающие гены любят жить на границе этих доменов Или, например, если взять вот такую пространственную структуру Из клеток разных тканей Она будет одинаковая или гена? Ответ Она будет почти всюду одинаковая Кроме тех участков, где гены работают по-разному Где находятся те гены, которые эти ткани отличают Вот там пространственная укладка будет довольно сильно меняться Или, например, если взять ДНК-человек и ДНК-мышь Тоже оказывается, что, в общем, эта структура довольно консервативная Эволюционная тоже Да, там всегда Вот такая же картинка Можно нарисовать Мы делали такого сорта вещи, да? С одной стороны на диагонали рисуем человека, а с другой выше И, в общем, эти вот домены оказываются примерно в одних и тех же местах Можно смотреть, как устроят ДНК в целом Всякие модели строить И сравнивать это с тем, что мы видим в эксперименте И вот оказывает Ну, в общем, ладно, я уже не буду тогда об этом подробно говорить Тут много деталей Просто скажу, что это можно Я до сих пор все время говорил про изучение одного конкретного организма Да, это могла быть бактерия, это мог быть человек Но в каждый конкретный момент времени мы изучали одного организма Мы, на самом деле, можем смотреть целые сообщества Пример бактериальных Можно смотреть, значит, тут мышки, то же самое делают с людьми тоже, да? Какие бактерии у кого в кишках живут? Интересная история Здесь нарисовано вот что, смотрите Это дни И здесь тоже дни Клеточка закрашена, если где-то бактерия в этот день Это просто конкретная мышка Эта бактерия в этот день, значит, в кишках у этой мышки была обнаружена Ну, там, с какой-то, вероятно, с какой-то концентрацией И тут было вот что Тут была вот эта мышка и вот эта мышка У этой мышки было много разных бактерий Она поэтому была здоровая, худенькая и подвижная А у этой мышки было мало разных бактерий И она была от этого толстая и, значит, плохо себя чувствовала А потом их посадили вместе Вот в этот момент И толстая мышка заразилась бактериями от худой мышки и тоже похудела Значит, это про это есть, значит, большая отдельная наука И я про нее... Ну, там рассказываю, у меня другая есть лекция, значит, про это можно рассказывать, да? Вот А можно смотреть, значит, что эти бактерии делают Это из той же статьи картинка, опять, это разные бактерии А это концентрация разных метаболитов, да? Вот разных там веществ А это коррелян, да? И вот если это сделать, померить, значит, бактериальный состав И померить концентрации этих веществ У многих разных мышек То можно посмотреть, коррелировано одно с другим или нет И оказывается, что есть, действительно, вот, например, вот здесь, да? Вот, наличие бутерата Этот последний столбик Очень хорошо коррелировано с присутствием в геноме вот этих трех бактерий То есть, если бактерии есть, то будет много бутерата А если их нет, то бутерата будет мало Это на разных мышках повторяется, значит, и, соответственно, вот, яркий прямоугольник Означит, что есть сильная корреляция И здесь тоже Это наоборот Это хорошо, это у худых мышек Бутерата много А, жесть Вот это, наоборот, плохие бактерии, а не желудок толстых мышек И это вот вещества, которые ассоциированы, у которых много в желудке толстых мышек И здесь тоже большая корреляция В общем, можно делать такого сорта работы тоже, да? Опять, вот я говорю, что это такая большая, замечательная наука Ну и все, значит, на этом геология заканчивается Значит, вот Ну это три разных выравниваний двухпоследовательных Всегда плюсики означают совпадение, точечки означают несовпадение Какое выравнивание лучше? Вот сейчас я скажу, вот это или вот это? Вот B или C? C А почему C лучше? Да, больше совпадений А какое выравнивание лучше? А или C? Почему? А зато здесь, смотрите, какие удаления большие Может мы за удаление будем сильно наказывать это? Может удаление это очень плохо, на самом деле? На самом деле мы не знаем такое лучшее Ясно, что C лучше, чем B, а вот C или A зависит от того, что хуже, несовпадение или пробега Мы это, вообще говоря, заранее не знаем Да, тут плюсов больше, но тут и нет плюсов тоже больше Да, тут 5 не плюсов, а тут 6 не плюсов Вот Ну и тут примеры выравнивания Это уже такое настоящее выравнивание белковых последовательностей Это один и тот же ген из лягушки и из шимпанзе Почему эти не спрашиваете, случайно под руку попались? Значит, большие буквы совпадают, маленькие буквы не совпадают И вот они, значит, разрывы в этих самых белках, ставки удалят И выравнивания очень много Если вы будете просто строить по одному Вы будете по одному строить все выравнивания Оценивать, значит, считать количество совпадений, несовпадений и разрывов И потом выбирать самое хорошее, то времени у вас уйдет очень много Значит, примерно, вот если у вас белки коротенькие Там 100 аминокислот Да, если у вас белки в 1000 аминокислот, такие нормальные То количество разных выравниваний будет больше, чем элементарных частиц во Вселенной То есть, если каждая элементарная частица является компьютером, все равно не получится Если белки коротенькие, то все равно потребуется время, которое очень сильно превышает время жизни Вселенной То есть, по одному мы их строить не можем Вторая задача, я про нее уже рассказывал Задача распознавания генов в последовательности Я ее рассказывал о бактериях Потому что бактерия гены непрерывные От старта до стопа Вот здесь вы знаете старт и стоп То есть все, что между ними, это гены У элкриот, в частности у нас с вами Да, это вот организм, у которых клетки имеют ядро Там гены прерываются незначащими вставками То есть гены транскрибируются Потом эти вставки специальным образом вырезаются То, что осталось, сшивается После этого получается зрелая матричная РНК Значит, пример это Вот там, какая-нибудь Телевизионная передача с рекламными паузами И вот моей сестре, которая живет в Америке Есть специальный видеомагнитофон Который умеет записать передачу Автоматически вырезать рекламные паузы Поэтому, когда наша сестра приходит домой И потом это смотрит, она уже смотрит подряд Без рекламных паузов Вот это то же самое, что происходит в реальных летах У нас с вами, в частности Интроны вырезаются, а остаются только экзоны Но если мы хотим предсказывать гены То мы должны это учитывать Вот этот нарисован пример Там они еще будут по-разному вырезаться Но уже бог с ним Широкие прямоугольники – это экзоны А то, что между ними длиннее – это интроны Но это еще хорошая ситуация Здесь интроны относительно короткие Экзоны, наоборот, длинные А это типичная ситуация Да, вот экзоны Как за такой Телевизор, в котором Большая часть времени Нет рекламной паузы Газеты такие бывают, да Которые на 90% Встают из рекламы И там один-два текста Где-то разбросы Вот это две задачи, Про которые я попробую Уметь рассказать Как их эффективно решать За какие-то разумные времена А математика начинается с игрушечного примера Вот представьте себе, что вам надо Вычитывать вот такую сумму Значит, это сумма попарных произведений У вас есть М Иксов М Иксов Иксов Имел в виду это Нужно МН умножений И примерно столько же сложений А можно сделать ФУМУ Значит, перепишем ту же самую сумму И умножение останется всего одно А сложение тоже будет не умножить на n А n плюс n То есть за разумеешься И, значит, мораль из этой игрушечной истории Ну, задачки бог с ними, у меня уже времени мало Я не дам вам тогда времени подумать А модульность из этого игрушечного примера состоит в том Что изменение порядка вычислений С использованием свойств данных Может довольно сильное число операций сопротивления И то же самое сейчас будет с выравниваниями Вместо того, чтобы строить выравнивания по одному И каждое из них оценивать Мы сейчас придумаем способ сделать эффективно Значит, для этого мне нужно Определить, что такое граф То есть граф это такой объект Математический, который состоит из вершины и ребер В данном случае граф направленный То есть реброориентированный Да, есть начало и конец У каждого ребра Значит, у графа есть источники-истоки Значит, источник это такая вершина Из которой что-то выходит, но ничего в нее не входит А сток это, наоборот, куда все входит И ничего из нее не выходит Да, здесь вот есть два источника Это не источник, потому что сюда есть его И три истока Значит, в графах бывают циклы Когда вы можете начать с какой-то вершины И по стрелочкам пройти, а вернуться в нее Тысяч двадцать два Два простых цикла на самом деле Один цикл простой И второй простой Но кроме того Тут можно ходить много раз Тоже будет цикл Я буду рассматривать графы У которых есть только один источник Только один сток И у которых нет циклов Примеры плохих графов Которые я рассматривать не буду Тожественные ребра Когда одну и той же паре вершин Соответствуют несколько ребер Петля, когда начало ребра Совпадает с концом ребра Это такой частный случай цикла Но такой совсем Граф, который разваливается на отдельные кусочки Отдельные компоненты, которые друг с другом не связаны Это вообще не граф Это не ребро, потому что у него нет второй вершины А этот граф, он не направленный Он мне тоже иначе Хороший объект С другим поводом Всячески полезен и разумен Но я буду рассматривать только направленные графы Это я все уже сказал Источник Стоп сказал Это формальное определение Значит, мне нужны графы без цикла Циклические циклы Я на пальцах объяснил что-то такое Здесь есть формальное определение Ребят, не старайтесь успеть записать Лучше действительно потом возьмите презентацию И посмотрите Ну, опять задача Значит, и вот Опять я ее пропущу Это просто на понимание Такая простая задачка И, значит, вот задача, которую мы будем сейчас решать У нас есть ациклический граф с одним источником Ациклические направленные графы С одним источником одним стоком На каждом ребре висит какое-то число Мы хотим найти путь от источника к стоку Чтобы он имел максимальный вес Теперь понятно, зачем мне нужно, чтобы граф был ациклическим Потому что если в нем есть цикл То я приду в этот цикл Начну в нем крутиться И всякий раз себе добавлю Да? Вот Значит, как это сделать? Ну, опять, наивный способ Давайте просто переберем все пути Посчитаем вес каждого пути И выберем из них наибольшее Ну, это вроде как очень долго И тут есть вот такое наблюдение Смотрите Вот есть такая-то вершина Промежуточная, да? Вот это у нас будет источник Где-то здесь у нас сток И это промежуточная вершина Представьте себе, что у нас есть два пути сюда Один путь Который называется P И другой путь, который называется P А дальше у нас есть стандартный путь к стоку И вот это все вместе Это P со звездочкой А вот это все вместе Это P со звездочкой Теперь, если вес Я не помню, как я вес обозначал Но давайте я его по поводу W обозначу Если вес от P был больше, чем вес от Q То что мы можем сказать про вес P со звездочкой И вес Q со звездочкой Тоже будет больше Потому что эта часть у них одинаковая А я, по-моему, забыл сказать, что вес пути Это сумма весов ребер Но это похоже, что все догадались Тут тоже будет больше Поэтому, оказывается, вот что Что из этого следует Что если мы для каждой вершины Знаем наилучший путь из источника в эту вершину То это единственное, что нам надо помнить Потому что все Начиная с этой вершины Дальше все будет одинаково И мы будем делать вот что Начнем с источника И для каждой вершины Будем строить наилучший путь в эту вершину А потом прикинем, сколько операций нам на это потребуется Значит, вот этот самый граф от его структуры Вот веса на ребрах И делается это вот как Давайте возьмем Соседние вершины от источника Там обязательно будет Это можно доказать Обязательно будет такая вершина Что в нее ведут только пути Из уже рассмотренных вершин Но в данном случае рассмотренные вершины Это источники А здесь вот это Потому что сюда мы не знаем Мы сюда можем прийти двумя способами Даже больше Мы можем прийти вот так Вот так И вот так Сюда мы можем прийти вот так и вот так А сюда мы можем прийти только одним способом Ну и кривиально Наилучший путь, который ведет в эту вершину от источника Имеет вес 2 И вот Как бы не очень пучий Теперь Из этих двух вершин нам видны Значит, с ними с этими ребрами вот эти вершины Те, которые здесь покрашены И опять Обязательно найдется вершина Такая, что значит В нее ведут пути только из уже рассмотренных Здесь таких на самом деле две Вот это, как тривиально И вот это Сюда можно прийти либо напрямую Либо через уже рассмотренную вершину Давайте выберем любую из этих Я не помню, какая выбрана Да, но сюда тривиально А сюда наилучший путь вот такой Потому что напрямую Это, значит, четыре Неважно, ничего, очка А отсюда, сюда наилучший путь два И после этого к нему добавляем вот эти три Мы обработали еще две вершины Теперь мы видим опять те, которые здесь покрашены И на следующем этапе Да, выберем вот этот Смотрите, мы знаем наилучший путь сюда Да, тут вот рядом с каждой вершиной Теперь появляется вес наилучшего пути, который ведет в эту вершину Теперь, давайте вот здесь уже не тривиально, можно посчитать Значит, сюда Если мы приходим отсюда То наилучший путь сюда Это пять Плюс вот эти два, которые на ребре Будет семь Если мы хотим прийти отсюда То здесь наилучший вес два Плюс вот эти четыре Будет шесть, это меньше Если мы хотим прийти отсюда То наилучший путь сюда Это три И, значит, добавляем вот это ребро Получается четыре тоже меньше То есть из семи отсюда Шести отсюда И четырех отсюда Мы выбираем, значит, путь отсюда Наилучший Теперь вот на эту смотрим Сюда можно прийти снизу по диагонали и справа Если снизу будет один Если по диагонали будет сколько? Четыре Да, вот эти два И вот эти два А если прийти справа Десять Вот эти пять И те пять, которые на ребре были Понятная идея, да? Мы всякий раз, значит, смотрим Предыдущие вершины Каждый из этих вершин Добавляем, значит, к наилучшему пути К весу наилучшего пути Который ведет в эти вершины Добавляем вес наилучшего Вес соответствующего ребра И потом берем мапсум Ну, здесь тривиально Здесь можно только снизу Здесь можно отсюда и отсюда Оказывается, что лучше отсюда Потому что пять плюс шесть А здесь семь плюс два Девять, а здесь одиннадцать Так, всегда лучше отсюда До самого верха Вот у нас построен Лучший путь сюда Построен лучший путь сюда Значит, здесь, если отсюда прийти будет Девятнадцать, если отсюда прийти будет Двадцать, значит, идем так И вот у нас выстроился наилучший путь Значит, что в этом строении замечательно? Да, ну это можно формально записать этот алгоритм Что в этом построении замечательно? Что мы всякое ребро рассмотрели ровно один раз Когда мы брали предыдущую вершину И к ней добавляли, значит, ребро То есть количество операций, которые мы сделали Оно пропорционально количеству ребра Ну вот операцию несколько надо Там взять ребро Там взять его вес Сложить, значит, с весом Начало этого ребра Вот таким наилучшим построить Но, вот удивительный факт оказывается Что время работы такого алгоритма Линейно зависит от количества ребра Это называется алгоритм динамического программирования И он страшно эффективный Потому что, без того, чтобы перебирать Все возможные пути Вы фактически перебрали просто все ребра Ребра намного меньше, чем все возможные пути Фишка здесь состояла вот ровно в этом соображении Что после того, как два пути Слились в какой-то вершине Можно оставить один из этих путей А про все остальные забыли Ну там два или несколько А про все остальные забыли Значит, это пока что была чистая Чистая алгоритмическая картинка Да, но это упражнение Что не работает чатный алгоритм Давайте в всякий раз идти просто по самому тяжелому ребру Тогда получится вот такой путь И он намного хуже, чем настоящий Одно чем выше, чем оптимальный Задачки пропускаем Тут была какая-то мудрость, которую я пропустил Да, мудрость вот такая Что в алгоритме динамического программирования Можно применять в очень большом количестве разных задач Значит, и общего этих задач вот что Что каждая такая большая задача Раскладывается в такую матрешку Задач меньшего объема И для того, чтобы знать решение Задачи следующего уровня Надо значит решение Задач низшего уровня Но только ответы Не надо знать, как они получились И вот это Есть то, что экономит время Вы просто решаете Вот эти вот маленькие задачки по очереди И постепенно доходите до самого верха Значит, полезно понимать Что не все задачи обладают этим свойством Например, есть типичная задача Вот какая стандартная У вас есть нато Дорога соединения дорогами В каждой дороге есть длина И вы хотите найти Самый короткий маршрут Который проходит через все города Да, вы торговый агент Вы хотите посетить все города Но хотите потратить Как можно меньше везде А вот эта задача Значит, решается только перевод Для нее эффективного решения нет Ну вот, теперь возвращаемся К истории про выравнивание Значит, определение я уже сказал Определение более точка Определение я не сказал Но я много раз намекал Какое оно могло бы быть И наставить все все сообразие Значит, идея вот какая У нас есть две последовательности Мы хотим их расположить друг по другу Может быть, внося кое-где разлито Так, чтобы было как можно больше совпадений Как можно меньше несовпадений И как можно меньше разрывов То есть за совпадение мы даем какую-то премию Она тут называется R А за несовпадения из разрыва Мы штрафуем И штрафы называются У меня там написано P2, по-моему, да? Я хочу внести Значит, так можно меньше разрывов Так, чтобы осталось Много совпадений А получилось много совпадений Построить выравнивание наибольшую лицу Сейчас я одним движением руки Да, ну вот Это опять задачка Почему равны веса Выравнивание Вот те, которые здесь нарисованы Бог с ним Так, формальное определение не буду показывать А просто покажу сам граф Да, вот я хочу выравнивать две последовательности Вот эту и вот эту Я строю вот такой граф Который устроен вот как Диагональки на этом графе Соответствуют тому, что я сопоставляю вот эти две буквы Ну, соответственно, здесь они совпадят Здесь они совпадят Здесь они совпадят Здесь совпадят хорошо За это мы даем премию И здесь они совпадят Кроме того, буквы могут не совпадать А горизонтальные и вертикальные ребра на этом графе Соответствуют тому, что я вношу в последовательности разрыв Когда я иду вот так То я в этой последовательности добавил букву А в этой последовательности ничего не добавил А вниз разрыв Соответственно, если я иду вот так Вниз То я в этой последовательности добавил букву А в этой последовательности плюс разрыв Каждому пути на этом графе Вот тут источник Тут сток И каждому пути из источника сток на этом графе Соответствует какой-то выравнив Да И это вот нарисованы все штрафы Значит, вот там, где буквы совпадают На ребрах, которые соответствуют совпадающим буквам Премия На ребрах, которые соответствуют не совпадающим буквам Штраф за несовпадение А на горизонтальных и вертикальных ребрах, которые соответствуют разрывам Штраф за разрыв Какому выравниванию соответствует вот эта путь? Вот такой. Кто может сказать? Не сказать, а не писать. Вот этот надо сделать. Вот верхний. Вот так, 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 так. Сначала мы сопоставляем Г и Г, потом мы добавляем Е, Л и Ф, а здесь не происходит ничего. Ага. То есть каждого пути соответствует уравнивание, а каждое уравнивание есть такая уравнивание. А что теперь у нас оказывается? Теперь у нас есть направленный граф с весами на ребрах. Задача построения оптимального выравнивания внезапно превратилась в задачу, которую мы только что решали. Задачу поиска оптимального пути наибольшего веса. И мы уже умеем ее решать, да? Мы просто взяли и задачу построения наилучшего выравнивания превратили, вот перекатировали вот на такой графовый язык. Нам есть еще разные варианты этой задачки, опять-таки бог с ними. Давайте я все это пропущу. Тут существенно вот что. В зависимости от того, от соотношения штрафов и премий, но более точно, поскольку там три величины, то я всегда могу считать, что, например, премия за совпадение равна единице. И, значит, работает только соотношением штрафов за несовпадение и штрафов за пробелы. Значит, в зависимости от того, вот смотрите, у нас есть такое выравнивание, а есть выравнивание простое. Давайте рассмотрим предельные случаи. Случай первый предельный. Штраф за пробел вообще равен нулю, не штрафу. Тогда качество, да, а штраф за совпадение в единице, я уже говорил. Тогда вес этого выравнивание 4, да, у нас тут есть 4 совпадения. А вес этого выравнивание, да, а штраф за несовпадение, я скажу, будет минус единице. Здесь у нас есть совпадение, я не помню сколько, одно, да? Два. А, два. То есть у нас есть два, а несовпадение соответственно 5. То есть вес будет минус 3. И это выравнивание намного лучше этого. Теперь в предельном совпадении все то же самое, только штраф за пробелку на 100. Тогда у нас это останется как было, минус 3. А здесь зато качество выравнивания будет, значит, те же самые 4, минус 600. Минус 596. Опять, сразу вот эта столбочка. То есть на самом деле, ну, опять, для одинографа это понятно. От того, как устроены веса на ребрах, ясно, что оптимальный путь будет другой. Есть целая большая наука, как правильно делать вот соотношение весов, ну, соотношение штрафов за совпадение, за несовпадение и удаление, чтобы это было биологически осмысленно. Это вот те слайды, которые я пропустил, были про это. Я не знал, с какой скоростью у нас будет получаться, поэтому на всякий случай вставим лишнее. Вот. Ну и возвращаемся к распознаванию генов. Последний сюжет сегодня. Вот та же самая задача распознавания генов, с которой я начинал, только не для бактерий, а для нас с вами. Так что у нас есть X-зоны, участки, которые кодируют белок, интроны, то, что вырезается, значит, между транскрипцией и трансляцией. Значит, этот процесс называется сплайсинг. Ген у меня теперь последовательность, распитый на X-зоны и интроны. Сейчас со строгим чередованием X-зон, интрон, X-зон, интрон. А здесь донорные сайты сплайсинг акцепторные. Это две разные границы, левая и правая границы X-зонов. И дальше каждому потенциальному X-зону или каждому потенциальному синтрону присвоен его вес в точности так же, как было в самом начале. Помните, я говорил, что мы оцениваем похожесть этой последовательности на типичную кодирующую и типичную не кодирующую? Вот это те самые веса теперь и будут. Вес гена, значит, это сумма весов. Соответственно, у X-зона, потенциального X-зона, большой вес, если он похож на кодирующей последовательности, и маленький, в чем лучше, отрицательный вес, если он похож на не кодирующую последовательность, на самом деле, X-зонов не является. А у электрона, наоборот, большой вес, если он похож на не кодирующую, а отрицательный, если он похож на кодирующую. Значит, у нас есть потенциальные донорно-акцепторные сайты. Это примерно то же самое, что старт и ген. Там тоже есть последовательности, которые можно пытаться узнавать, и потенциальные сайты сплайсинга отмечать, вот эти границы между электронами и X-зонами. Значит, вес гена — это сумма весов, составляющих его X-зонов и электронов. У нас сейчас еще есть последовательность, на которой размещены потенциальные границы. Вот это — потенциальный акцепторные, акцепторные, донорные, донорные, акцепторные. донорные, акцепторные. Мы хотим эту последовательность раскрасить между X-зоновами на X-зоне и энтроны, чтобы получился результат наибольшего веса. А лица, опять я еще раз, последний раз скажу, что это вот то, что получается из этих статистических соображений. И вот мы строим граф. Опять у него будет источник, соответствующий началу последовательности, сток, соответствующий концу последовательности. Сайты, которые устроены так, у них слева электрон, а справа электрон, они будут сверху. Сайты, у которых наоборот, с этой стороны электрон слева, а справа электрон будут снизу. Соответственно, потенциальные X-зоны у меня будут идти сверху вниз. Стрелочки. Вот эта стрелка соответствует участку отсюда-досюда. Вот эта. А вот эта стрелка соответствует участку отсюда-досюда. А потенциальные электроны у меня будут идти снизу-вверх, наоборот, от донорного сайта такцепно. И вот у меня получился граф, который вам что-то нужно напомнить. Где-то вот такое похожее видим. Да, у нас опять получился ориентированный граф с источником и стоком, с весами на ребрах. И нам опять надо найти путь наибольшего веса. Ну вот один путь я для простоты здесь нарисовал. Вот у нас потенциальные электроны. Потом потенциальные электроны. Потенциальные электроны. И опять, в каждой электронной структуре, вот каждой разметки последовательности нарисионной электроны, нам соответствует какой-то путь в этом графе. И опять мы взяли совершенно другую затачку и свели ее к построению пути наибольшего веса. Значит, сколько там будет операций? Давайте посмотрим. Немножечко округляю ситуацию. Значит, смотрите, что получается. Значит, сколько, значит, да. Операция будет известна столько, сколько ребер в этом графе. Значит, сколько ребер в этом графе. Ну понятно, ребры идут от каждого акцептора к каждому донору, от каждого донора к каждому акцепту. Ну, на самом деле, всегда слева направо, поэтому немножко меньше. Другого с ним. Значит, количество операций будет примерно количество доноров умноженное на количество акцептов. Ну, там, в точечестве каких-то множителей. Если кому интересно, можно аккуратно нарисовать. Аккуратно вычислить. Замечательно. Значит, если считаешь, что у нас донорные и акцепторы примерно равномерно раскиданы по последовательности, а это правда, потенциальные донорные и акцепторы, если это не настоящие, то у нас, значит, сложность этого алгоритма будет примерно как квадрат длины последовательности. Ну да, это значит столько-сколько доноров умноженное на столько-сколько акцепторов доноров линейно-кудлиния, акцептор линейно-кудлиния, значит, произведения квадратичных линейных. Понятно, да? Ну, в общем, будет вот квадратичных. Значит, там порядка L вершин и порядка L квадрат в линии. А давайте мы теперь сделаем по-другому. Давайте мы построим на тех же данных другой граф. Смотрите, у нас веса складываются. Поэтому если мы возьмём их зону и разделим на два кусочка, то вес их зона будет равен в сумме весов этих кусочков. Поэтому давайте я этот граф нарисую по-другому. У меня теперь все потенциальные сайты разводятся. И доноры, и акцепторы. По-прежнему наверху будут, значит, неважно уже что, виноват бы хотел сказать. Вот. В общем, это при каждом сайта висит две вершины. Вершина столбовичка. А рёбер стал чисто меньше. Ребро снизу вверх, которое возможно только на донорном сайте. И это переход из секс-зона внутрона. То есть тут будут потенциально кодирующие участки, а тут будут потенциально не кодирующие. Соответственно, переход с нижней рельсы на верхнюю рельсу, это будет переход из кодирующего участка в не кодирующий. И это можно только на донорном сайте. А переход сверху вниз будет наоборот. Переход из не кодирующей в кодирующую. Это возможно только на акцепторном сайте. То есть вершины разводились, а рёбра бывают строго снизу вверх или строго сверху вниз. Та же самая раскраска на самом деле, то же самое разбиение последовательности на потенциальные зоны и донами опять даёт путь по этому графу, только он немножко по-другому устраивает. С весами ничего не произошло. Потому что вес, вот это один сплошной иксон, но его вес равен сумме весов вот этих кусочек. Потому что у нас веса так определены. Но теперь у нас рёбер стало, ну даже глазом видно, что намного меньше. Рёбер понятно сколько их в три раза больше, чем вершин. Ну то есть это линейная подлинная последовательность. У нас алгоритм квадратичной сложности просто за счёт изменения структуры графа и понимания того, что веса аддитивные превратился в алгоритм линейной сложности. Что очень хорошо, когда вы имеете дело с реальной последовательницами, которые очень длинные. На самом деле было хорошо 15 лет назад, когда мы это придумали, когда производительность компьютеров была не такая, как сейчас. Сейчас, в общем, можно, компьютер железный, и всё посчитается сам. Ну вот. Значит, буду здесь следующим. То описание, которое проще всего рассказывать. Да, вот первое описание, оно концептуально проще. У нас есть ребра снизу вверх, это иксоны, а есть ребра сверху вниз, это иксоны. Всё, хочешь ничего не надо. Здесь описание сложнее, да, у меня просто больше времени ушло на то, чтобы его рассказать. На учтении-то оно оказывается намного проще. Ну, собственно, мудрость состоит в том, что одну и ту же задачу можно представлять по-разному. И, значит, если вы это сделаете хорошо, то вы потратите время на то, чтобы это придумать и кому-то объяснить, но зато, значит, считать будет гораздо быстрее. И есть ситуации, когда от этого действительно реально зависит, ну, и довольно много. В той же информатике есть много ситуаций, когда плохой алгоритм будет считаться вечность, а хорошие алгоритмы можно посчитать на персональном компьютере. Для одной и той же задачи. Не все задачи, которые можно решать динамическим программированием, допускают вот такое представление в виде графов. Там существенное динамическое программирование, вот эта вот структура вложенных под задачи. Не любую такую структуру можно представить в виде графа. Ну и, наверное, да, все. Значит, дальше у меня уже совсем уже кусок, которые я даже не надеялся рассказать, поэтому он на русский язык не переведет. Спасибо. Вы говорили, что там есть рекламные вставки? Вопрос-то, что они рекламные? Зачем нужны интроны? Это вопрос очень глубокий, и простой на него ответ никто не знает. В смысле, ответ такой, никто не знает, зачем они нужны. В них, значит, там ситуация вот такая, вот технологическая. Что, во-первых, в них иногда бывают всякие регуляторные элементы, которые регулируют работу гена. А кроме того, это такой понедельный вариант генетического профитизма. На самом деле такие участки, которые завелись, и там эволюционно можно прикинуть, откуда они взяли и отберутся. И клетка не может от них избавиться. То есть оказывается, что клетки проще. Вот нет такого чудесного магнитофона, который бы эту операцию редактирования с плазинами провел на геноме. Но и правильно, это довольно опасно, потому что когда вы начинаете что-то переклеивать в геноме, скорее всего, это раком закончится. Вот эти вот эндроны, они неэффективные, они на самом деле мешают. На работу с ними тратятся ресурсы клетки. Но вред, который от них происходит, не настолько велик, чтобы отбор их увидел и отсюда. Поэтому они до какого-то уровня появляются, больше уже становится сильно вредно. И значит, отбор это замечает и от силы, а вот до того уровня, до которого дошло, отбор просто не замечают, и они живут в качестве праздника. А вы еще как говорили, что есть пространственные домены? Пространственные что? Домены. Топологические домены, я показываю, вот это в гусинке в ДНК, да? Да, 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 да. То есть, вот смотрите, вот ДНК, да, это линейная молекула, в первом приближении. Если вы ее начинаете укладывать в клетки, вы сначала делаете вот такие вот пространственные клубочки, а потом вот уже эту гусину, дальше начинаете упаковывать что-то более сложное. И было совершенно не очевидно, что так устроено. Пока не начали делать такого сорта эти предметы, в общем, никто не знал, как это получится. Это наука, там, в последнюю клетки кинами. Мы с помощью программ определяем, какие сайты сплайсинга потенциальные, какие реальные. Как это определяет рибосома? Это определяет не рибосома, это определяет совершенно другая штука. Точно так же, там есть некоторые, там, любимые слова, и она режет по этим любимым словам. Проблема в том, что мы умеем довольно плохо... Это называется сплайсосома, которая сплайсингом занимается. Она похожа на рибосому, на самом деле. Это специальная штука, которая умеет узнать акцепторный сайт, узнать акцепторный сайт, их подвести друг к другу, петлю, которая образуется, вырезать, а то, что получилось, клей. Она узнает последовательности на границах и в зонах вентронах. Но мы довольно плохо умеем понимать, как она это делает. То есть наши алгоритмы предсказания сайтов очень плохие. Поэтому реально, что делается, мы запускаем эти алгоритмы так, чтобы подобрать кучу мусора, но по возможности не пропустить настоящие сайты хорошие. А тогда возникает вот эта вот задача поиска наилучшей структуры уже по статистике. Хорошо. Спасибо.